у нас тут mercedes буксует какая погодка лет 20 назад я прыгнул он с того обрыва и с тех пор я сижу в коляске всем привет вот мне дарит колясочку 4wd каттервиль которая оснащена пятым колесом чтобы я ее по тестил по дому по квартире со всеми разворотами и поворотами а пятое колесо у нас создана для того чтобы окраска была более маневренная и поэтому мы сейчас это и сделаем коляска у нас сейчас стоит без подножек потому что но в подножке как бы все равно создает длину коляски увеличивают поэтому чтобы не было узких проходов затруднений преодоления мы ездим на пятом колесе и так выбор 5 колеса сейчас она стоит на пятом колесе теперь для удобства задрали домашнюю колясочку которая как увидите тоже без находится без подножки чтобы ездить ничего не задевать итак поехали вот пожалуйста у нас ездим по линолеуму и вот он у нас узкий проход проем дверной у нас узенький и как видите здесь у нас тоже все кругом мешается что мы с легкостью и преодолели вот пожалуйста сами видите какой узкий проем дверной мы спокойно прошли на пятом колесе но теперь мы одеваемся и поедем ездить по песку выезжаем из квартиры здесь как видим порожек а 5 колесо лучше по порожкам не ездить поэтому мы переходим в режим 4 vd встаем на колеса чтобы переодолеть порожек здесь мы видите пока еще подножки не ставили почему потом увидите сами чик пошли спокойно переодолели теперь переходим опять в пятое колесо чтобы ехать спокойно здесь ну и здесь можно нам конечно и скорость навалить чтобы дальше спокойно проехать итак мы решили подножки не убирать я решил для чего потому что нам надо в лифт заехать лифт как вы видите маленький поэтому подножки нам здесь не нужны теперь еще все опачки она легко преодолелась эта преграда здесь у нас как обычно опять двери и пороги поэтому мы опять пробуем оба на нифига надо потише то так можно и двери сломать нафиг ну а тут у нас как везде в россии происходит здесь у нас нету пантуса у нас есть ступеньки и так называемые аппарель которые для колясочника самая худшая беда поэтому мы переходим на гусеницы для спуска по ступенькам в гусеничном режиме будем спускаться вот мы и пошли распускаться ох какая погодка только и гулять и гулять так и так мы подъезжаем здесь расстояние было у нас пошире а здесь у нас расстояние ул уже поэтому коляска не войдет и чтобы она у нас вошла нужно колесо пускать по этому швеллеру встала в швеллер вот так надеюсь вроде встала я правда плохо вижу но вроде встала да встала и теперь пойдем спускаться да проходит вот наконец таки мы преодолели ура свобода переходим в колесный режим итак мы вышли на улицу вот сзади лестница которую мы преодолели с легкостью и сейчас мы поедем тестить коляску будем ее тестить по бордюрам по пересеченке по песку выйдем там в лес попробуем какой-то кусты зарюхаться везде будем пробовать как она ходит то есть по нашим городским реалям и также чтобы вы могли съездить на рыбалку на ней посмотреть как она там себя ведет и можно ли на ней ехать на рыбалку или там за грибами даже так что народ поехали так замеряем высоту бордюра здесь у него есть скругление ну 12-13 сантиметров высота итак подъезжаем к бордюру высота которого 12-13 сантиметров для этого нужно опустить кресло вниз до максимального и теперь пробуем заезжать оба на легко заехали преодолели теперь поедем дальше итак блин подъезжаем и короче уже к российским реалям и будем пробовать вот здесь мне даже как-то маленько страшновато но мы пробуем поэтому я еду медленно так здесь маленький кусочек здесь камень убираем его маленько назад и его оба на я конечно маленько в шоке и похоже даже мне надо пристегиваться чтобы мне тупо не вылететь вау е-мое ребята это круть блин собачку бы не задавить итак видим небольшую горочку попробуем попробуем на нее заехать да кресло отрабатывает вот оно опустилось полностью легко вообще легко и просто причем очень даже комфортно кресло отработало как видите вот оно опустилось ну выберем наверно покруче самое такое место даже маленько опасноватое но попробуем да на таких случаях лучше пристегнуться конечно можно даже вздремнуть спускаясь так ну вот он и песочек погоди я по песочку хочу я тебе говорил что здесь место вообще блин она едет мужики и девчонки ой а что это у нас здесь такое ой у нас тут мерседес буксует так ну где водитель давай позовем водителя поможем ему вытащить ой водителя нет я хотел помочь ну чё такое ну ладно помощи не хочет так поедем мы дальше пускай буксует дальше сам вот так это немец блин едет поворачивает так блин хорошо идет однако вот так лепота можно на шашлыки переть ехать оба-на вова повернула и прет спокойно вообще отлично мне нравится а здесь же у нас была прорубь купель здесь на крещение все купались у нас а здесь мало того что песок здесь еще и соломкой посыпано вообще попробуем так а мы сейчас попробуем к ее зарюхать и пойдем вон туда где у нас вода чтобы прям к воде так что вперед болин реально за трактором потом придется идти что после зарюхаться и и вытаскивать что я могу сказать ребята это кайф свобода свобода блин свобода блин свобода как в песне поется в одной вас видите какие мы оставляем следы то есть песок уже довольно таки хорошо оттаял поэтому здесь прекрасно видно что коляска хорошо проваливается но она идет ведь даже не буксует назад 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 мы просто перед собой собрали кучу песка так теперь где бы нам лучше объехать сейчас посмотрим потому что тракторов я не вижу чтоб меня вытаскивали так теперь назад чтобы не делать кучик поедем все равно выезжать где-то надо поэтому мы прокатимся по бережку спокойненько и выйдем в нормальном месте а вот тут уже мне здорово нет по воде еще нет так маленько так пошли вот подъехали так я бы я в нем вот мы и выехали конечно маленькая все пошли 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 что я могу сказать бывают конечно но и 4вд и трактора тоже встревают поэтому можно найти объездной путь что мы и сделали мы поедем дальше вижу здесь пересеченную местность так скажем с буграми попробуем здесь сразу сразу извиняюсь за мусор потому что мусор у нас кругом весь оттаял а мы пробуем ехать сейчас мы поедем малюшку сюда всякие банки а угоу гоу стоп стой 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 ахахаха нифига себе сто все и куда я заехал мама верни меня обратно опять же говорю ремни безопасности нужны ремни безопасности вот пожалуйста если бы у меня сейчас не была рука я бы вывалился поэтому ремни безопасности нужны ремни безопасности а грязь то у нас вот тут уже хорошая так чем-то зацепились даже там прошли однако теперь вот сюда попробуем здесь маленечко сюда вот премся так блин ехать страшно но едем почему страшно объясню потому что я привык ездить на других моделях скажем так где я бы сюда даже близко не сунулся поэтому ох юма еще и не пристегнуты вдобавок ремнями так теперь мы смотрим грязюку хорошую так ох блин трактор далеко прошли ё-моё мы про мы прошли и коловратить прошли ё-моё прошли я фигея боюсь даже оборачиваться там куда мы прошли где мы проехали но мы прошли но мы прошли так идем по грязи идем по хорошей грязи я понимаю что инвалиды должны дома сидеть как у нас правительство считает ну блин я скажу они увидели эту коляску скажут какая нафиг вам доступная среда по лесенкам ездите по какой-то грязи ездите причем по грязи так конкретнейшей сейчас мы едем по льду и по грязи одновременно то есть одна сторона у нас идет по льду 2 по грязи сейчас мы попробуем отсюда вот в эту заехать а я боюсь блин я стрел вот сейчас я реально стрел стрел блин ну чё все-таки стрел ну чё надо звать трактор или оператор помоги нифига си ну туда тут я думаю любая даже выдовая машина выстрела офигеть я куда заехал вообще блин мама мия а а а а а а а а а как-то надо сюда же сейчас выехать вот это вот вам пересеченная местность ну чё будем спорить что это вездеход или нет а мая чё я творю и где я творю это вообще чё было ё-моё это чё было не за гусениц я не знаю как это выразить словами выражайтесь сами мне реально кайфово это я маленько шокирован вот так вот а офигеть другого других слов у меня больше нет реально офигеть поехали мыться и менять подгузники это надо испытать реально ребята вот это надо испытать словами это не передать вообще ощущение реально париж дакар нафиг отдыхает так народ катаемся дальше по песку и хотелось бы в преддверии купального сезона сказать одну вещь не прыгать из бар как сказать со врагов со всякой ерунды такой не знаю тем более я воду лет двадцать назад я прыгнул он с того обрыва и с тех пор я сижу в коляске ага и в.д. и гусеницы давы до выдавая на гусеницах это гусениц там ступеньки гусеницы же что по ступенькам ездить гусеница что по ступенькам ездить так теперь поехали мы помыть колеса надо помыть колесах колесах колеса помоем в воду и так мы прием 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 надеюсь нигде ничего не замыкает там потому что я не знаю не вижу и еду по воде конкретным к так там уже пошел обрывчик итак пробуем заехать чуть-чуть в воду так не дальше я уже короче это получается ноги мочить буду а я не хочу ноги мочить а тем более я забуксовал я забуксовал а а а а а я намочил ноги реально вытаскивает меня все оператор помогай так а а а а я резину помыл ну за одной ноги так и мы едем по ровному асфальту на заднем приводе теперь мы сейчас заедем на асфальт на ровный где чтобы видно было повороты на месте сейчас покажем вам его повороты на месте чтобы по следам было все хорошо видно вот здесь сухой асфальт мы подъедем сюда вот вот мокрые следы это как раз я разворачивал асфальт где прекрасно видно радиус угол поворота все и расстояние ну замерять мы конечно не будем это метром чтобы сколько показать но и оно и так видно что разворот у нас происходит на месте когда мы стоим на заднем приводе вот мы перешли на 4вд колясочка у нас маленько грязновато после наших поездочек так теперь вот вот едем 4вд вот тут у нас машины раскатались а таксисты понимаешь ли катаются вот теперь спокойно движение можно производить вот развод поворота на месте если вдруг понадобится какой-то про объехать препятствия но повторяю на ровном месте лучше ездить на заднем приводе и так подведем итог сегодняшних тестов и начнем сразу с минусов минусы у у этой коляски то что есть три режима которыми постоянно надо пользоваться хотя это как минус так и плюс минус в том что при езде по квартире нельзя ездить не то что нельзя нежелательно ездить на 4вд потому что шипы на переднем колесе на колесах оставляют отпечатки какие-то следы поэтому нежелательно ездить на 4вд по квартире и для этого нам надо переходить в режим заднего привода и передвигаться по квартире на заднем приводе и опять же передвигаясь по квартире на заднем приводе подъезжая к какому-то порожку сантиметра полтора-два вам надо переходить в режим заднего привода перескочить порожек и снова переходить в режим заднего привода и спокойно продолжать движение также из минусов низкий клиренс коляски потому что коляска мощная скажем так проходимая и благодаря этому можно переоценить условию как переоценить саму свойство коляски и забуксовать так чтобы вам ну не выехать с этого ну а теперь про плюсы которых куча опять же переходим к этим трем режимом три режима благодаря чему режим гусениц нам позволяет спускаться подниматься спокойно по лесенке выезжать из подъезда там практически везде куда угодно любую инфраструктуру там магазины спокойно заезжать режим 4вд 4вд он нам нужен для передвижения по неровной поверхности там по песку по где-то где нет по всякому бездорожью спокойно ездим проезжать хотя на него можно также спокойно передвигаться и по асфальту режим задних заднего привода режим заднего привода хорош когда дорога ровная перешли спокойно едем также передвигаемся скорость кстати маленько увеличивается когда мы едем на режиме заднего привода следующий плюс у нас конечно это маневренность этой коляски маневренность у нее разворачивается она на месте как вы сами также видите что коляска компактная она входит спокойно в лифт ну и конечно же огромный плюс это езда по бездорожью это надо почувствовать вот эту езду надо почувствовать как ты ездишь по лесу по песку ты не обращаешь внимание ни на что но опять же следите не переоценивайте коляску потому что я сегодня за застревал и мне пришлось оператора просить чтоб меня вытащили также плюс этой коляски гироскоп который позволяет подстраивать кресло под любые поверхности наклонной поверхности вперед-назад он подстраивать и вам удобно сидеть то есть при подъеме он опускает при спуске он поднимает кресло и вам удобно сидеть и не так уже вероятность выпасть в итоге коляска мне очень понравилось очень даже понравилось я все такую взял но я бы взял уже без функции режима ступенька хода потому что у меня дома сейчас стоит подъемник и я спокойно передвигаюсь без помощи ступенька хода сегодня проходя тесты эти все я получил реальный чуть ли не оргазм по проходя по этим всем кочкам при поезде по песку вот о чем я давно мечтал я сегодня это исполнилось сейчас я могу спокойно взять удочку выехать куда-то в поле там по полю проехаться по песку встать возле а где мне положено где мне нравится и там спокойно рыбачить исходя из вышесказанного я рекомендую эту коляску кому как она нужна то есть с режимом ступенька хода или без режима ступенька хода всем пока спасибо что смотрели удачи а Продолжение следует...